здравствуй мой дорогой любимый зритель мы сегодня с вами снова находимся рядышком с донским кладбищем и сегодня у нас с вами очень важная миссия мне поступила информация что на донском кладбище находится захоронение родителей юрия владимировича никулина нашего легендарного клоуна легендарного актера юрия никулину в интернете информации нет где находится именно захоронения родители юрия никулина есть всего лишь одна фотография на которого ты изображен по не за как-то памятник это как колумбарий получается очень посмотрим ребятки если найдем то я очень надеюсь у нас получится найти потому что больше никакой информации нет где искать какие участки сейчас будем вместе с вами бороздить территорию донского кладбища и поищем могилу родителей юрия никулина я немножечко нашел информации касаемо родителей юрия никулина я уже сто раз повторю слова родители но ничего привыкайте о них немного информации но кое-что я для нас всех выписал начнем с папой юрия владимировича никулина отец юрия никулина владимир андреевич никулин работал в драматическом театре в городе демидове мама юрия никулина лидия ивановна никулина в девичестве фамилия германова а была актрисой того же театра где они познакомились владимиром андреевичем то есть познакомились они драматическом театре в городе демидов изначально владимир андреевич никулин учился на юриста потом пошел в армию из армии устроился актером театра где они познакомились с мамой юрия никулина с лидией ивановной как указано в интернете родители юрия никулина были в городе известны как актеры комедианты что как мы знаем в будущем повлияло на дальнейшую судьбу их сына который родился 18 декабря 1921 года в детстве когда юрий было четыре года семья переехала в москву отец юрия никулина владимир андреевич никулин устроился корреспондентом в местную газету и стал сочинять репризы для театра и цирка владимир андреевич часто брал сына в цирк девятилетний юра вдохновлялся атмосферой радости и веселья ну и также мы с вами знаем что юрий никулин гениальнейший артист более 50 лет своей жизни он посвятил именно цирку когда семья никулиных переехала в москву мама юрия никулина лидия ивановна москве оставила сцену и полностью себя посвятила семье и воспитанию сына однако вскоре началась великая отечественная война настало тяжелое время все мы знаем что юрий никулин был также участником великой отечественной войны мама юрия никулина также отдавала свои силы на помощь стране какое-то время лидия ивановна работала санитаркой даже рыло как указано в интернете рыло окопы под москвой шло время ее сын юра стал потихоньку обретать славу юрий никулин становился все более популярным артистом лидия ивановна очень любила своего сына когда ее сын уже стал популярным она собирала все вырезки из газеты журналов и бережно и хранила также очень часто лидия ивановна присутствовала на представлениях сына юрий никулин естественно об этом знал что мама присутствует и наблюдает за ним из зрительного зала и бывали случаи когда он подходил к маме видел что она наблюдает за ним подходил к маме и спрашивание ну как все нормально тебе все нравится люди которые сидели рядом они даже не понимали кому он обращается все думали что это какой-то подставной человек и это видимо какой-то один из эпизодов номера циркового то на самом деле это была мама юра никульна которая с удовольствием присутствовала и наблюдала за работой своего дорогого любимого сына в интернете также нашел информацию что лидия ивановна никулина а была очень общительная у нее было много друзей к сожалению в последние годы здоровье лидии ивановну стало подводить ей было тяжело передвигаться ее сын юра никулин очень переживал и помогал маме всегда ее навещал дома привозил необходимые продукты доставал нужные лекарства по необходимости сам мог и постирать и помыть посуду так как я уже сказал маме было тяжело все это уже делать мама юрия никулина лидии ивановны никулина не стало в 1979 году умерла лидия ивановна когда ей было 77 лет к сожалению в интернете мало информации касаемо папы юрия никулина в интернете нашел информацию что владимир андреевич никулин умер в возрасте 66 лет также в интернете указано что во многом на юру повлиял творческий характер отца владимира андреевича для того чтобы развлечь своего сынишку владимир андреевич был неистащим на выдумки любимым их сыном занятием было лежать на кровати смотреть потолок и петь песню которые они напевали зачастую мотивы к этим песням они с сыном придумывали сами общем из всего того что я сказал насобирал наковыряла вам озвучил сумбурно озвучил сейчас постараюсь более-менее как-то смонтировать но слушайте мы снимаем не какие-то телевизионные проекты мы с вами снимаем обычный youtube проект любительский youtube проект поэтому мы не обязаны придерживаться всех каких-то грамматических орфографических правильно произносимых слов придерживаться хотя стараемся конечно в общем из всего сказанного мною в этом выпуске памяти родителей юрия никулина я очень надеюсь что выпуск получится потому что я еще даже без понятия где искать на донском кладбище захоронения родителей юрия никулина надеюсь выпуск получится если вы смотрите это выпуск значит я все нашел и мы с вами сейчас вот смотрите дальше этот выпуск мы с вами сейчас подойдем уже на территорию донского кладбища к могиле родителей юрия никулина впервые на ю тубе получается никто из за кладбищенских блогеров моих коллег почему-то не осветил место памяти родители юрия никулина по информации из интернета после смерти родителей юрий никулин часто навещал место памяти и могилу его родителей своих именно их прах находится на донском кладбище мой дорогой зритель я вам говорю как всегда огромнейшее спасибо за ваше внимание за то что вы в любую погоду а у нас сейчас на календаре напоминаю что июль месяц жаркое московское лето июль месяц года 2024 youtube канал канал памяти великих людей я по традиции говорю вам всем огромнейшее спасибо за внимание по традиции напоминаю что у меня есть телеграм-канал андрей флор вк группа андрей флор чат болталка который мы общаемся также огромнейшее спасибо моим дорогим подписчикам которые поддерживают проект памяти присылают копеечку я много никогда не прошу никого не заставляя присылать копеечку 50 рублей это хорошая сумма для того чтобы я смог потом купить цветочки на могилы наших дорогих любимых артистов вот как то так ребят я вам всем говорю огромное спасибо за внимание за то что вы есть у меня двигаемся в сторону донского кладбища к могиле родителей юрия никулина а 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 На небесах живут родные души Стараются нас оградить от бед Их надо научиться только слушать Мы сможем получить от них совет Своё тепло нам с неба посылают К нам прикоснувшись солнечным лучом Когда нам плохо, то они и страдают И с нами плачут проливным дождём И яркою звездою загораясь Нам освещают жизни трудный путь И солнцем сверху смотрят Улыбаясь, когда нам удаётся что-нибудь По ним тоска нас очень часто душит Когда-нибудь и мы уйдём туда На небесах живут родные души Молитесь же за них Хоть иногда Субтитры создавал DimaTorzok Папочка Юрия Никулина Мамочка Юрия Никулина Спасибо вам огромное за вашего сына Которого также любим, помним Посещаем на Новодевичьем кладбище В даты памяти и не в даты памяти Подходим тоже Также на Донском кладбище хочу показать вам могилу Это семейное захоронение Бекмана Леонида Карловича Это человек Так, сейчас подвезу Человек Написавший музыку Легендарные песни В лесу родилась ёлочка Вот их семейное захоронение Здесь много Бекманов Семейное захоронение находится на Донском кладбище На новой территории Донского кладбища Вот Леонид Карлович Тут даже написано Автор песни В лесу родилась ёлочка Приносит новогодние игрушечки какие-то Продолжение следует... Субтитрынул А.Семкин И все этим видео Вот их умspятирую Вот это видео Мастанд